здравствуйте дорогие друзья уважаемые слушатели в эфире радио plnfm программа проекта двое на одного и с нами сегодня на мой взгляд очень интересный собеседник известный российский политтехнолог президент ассоциации электронной электоральной политики александр серавин александр игоревич здравствуйте очень рады видеть вас в нашей студии здравствуйте хотя я всегда считал себя политическим психологом но если вы мне называете политехнологом так тому и быть эту программу для вас проведем мы константин калиниченко добрый день и александр савенко это я говорить с александром серавиным мы сегодня будем о вызовах избирательной кампании 22 года о перспективах дистанционного электронного голосования а также на другие актуальные темы общественно-политической социально-экономической повестки но и прежде всего я хотел бы сказать о том что мы встречаемся период перемен наступления новой политической реальности и стартовать поэтому предложил бы с вопроса об общей оценке внутри политической ситуации в стране и в нашем регионе на фоне проведения специальной военной операции дальнейшего обострения в отношениях россии с коллективным западом последствий многочисленных беспрецедентных санкций в отношении нашей страны как вы это видите как оцениваете ситуацию в целом так хорошо начали про электронное голосование потом про все на свете вот давайте начнем по порядку с электронного голосования эта тема мне крайне близко я долгое время был президентом электронной электральной ассоциации россии также я был руководителем единственного центра научного по изучению поведения посредством электронных коммуникативных устройств по электронной электронной политики в углу имени пушкина значит течение почти пяти лет здесь важной является для меня следующее что тема электронного голосования и вообще изменений нашей жизни через электронные носители меня интересовало давно первые научные публикации у меня еще были там до двухтысячного года 2005 году собралась риф и кип и тогда было такие важные моменты по социальным сетям принимались как они будут развиваться индустрия в россии социальных сетей я помню когда вся аудитория голосовала за то что ну давайте в принципе социальных сетях ничего нового нет но давайте вконтакте там одноклассники еще назовем что в м20 это круто и тысячу специалистов сидящих в зале договорились давайте круто значит я там пробовал мне было интересно как это использовать в рамках политики тогда я там был единственный кто сидел но вот уже в 2014 году после президентских выборов там 2012 на этом же рифе и киби там собиралось несколько тысяч специалистов и вот я помню в двенадцатом году выходит руководители значит интернет сообщества ведущий и говорит ребята поздравляю нас признала политика вот вроде бы сейчас кажется что такое двенадцатый год где-то не так давно 10 лет назад было но на самом деле индустрию официально признали в двенадцатом году когда медиабюджеты которые тратились на избирательные кампании президентские выяснилось что из них там четверть примерно тратилась на социальные медиа ну и про агитацию кандидатов через интернет подчеркиваю официально вот и это был большой очень прорыв значит после этого я понял что в индустрии и уже начали несколько лет как начали проходить семинары круглые столы по тому вообще собственно говоря а насколько уместно политика в интернете также как и электоральная политика имеется ввиду привязка к избирательным кампании и здесь я увидел что тысячи моих коллег работают в этой сфере и мне пришла мысль такая что давайте может быть соберемся в ассоциацию и вообще поговорим только о политическом интернете вообще насколько может кандидат только через социальные сети интернет выиграть насколько это возможно и в 2015 году я предложил собраться коллегам по этой теме в отеле багратион в москве и я был очень удивлен я разослал всем кому только мог электронное приглашение на это это было инициативное мероприятие я приглашал как частное лицо и приехало больше двухсот человек что меня больше всего удивило что приехал еще представители из шести стран которых я в общем-то и не звал но просто было интересно поговорить там приехали там армяне там ну и в общем многие там еще немцы сейчас уже там давно это было вот и раз такой был интерес и тогда же я в первый раз сделал круглый стол и где я сказал что ребята ближайшее время будет электронное голосование введено значит не только в россии но вообще в мире это начнется довольно потому что это имеется там восемь значит основных причин почему за этим большое будущее я по этому поводу там выступила был круглый стол там был представитель из центральной избирательной комиссии еще коллеги вот и мне все говорили это невозможно электронное голосование это какое-то будущее в неизвестного времени и это цены и после этого ежегодно мы стали собираться и я учредил тогда же приз сделал такой в виде шара в котором социальные сети и хотел чтобы индустрия могла говорить что вот это позволительно задавать какие-то критерии что хорошо что плохо вот и мы стали вручать 10 призов за лучшие там достижения там выступлениях в интернете там встречи с избирателями потому что например встречи с избирателями через социальные сети девятнадцатом году в петербурге были наиболее на губернаторских выборах отпробованы а например в этом году уже были встречи кандидатов которые просто встречаются там условно говоря с 10 человеками но их потом эту встречу смотрит миллион человек то есть по сути совершенно несопоставимое и вот стали это изучать в том числе и электронное голосование в семнадцатом году был очень смешной момент когда на тверской бы есть такая в нашей индустрии ночь выборов его там посмотрела больше миллиона человек и я там взял доклад там было больше четырех экспертов представители всех партий я сделал небольшой там буквально 10 минутный доклад что электронное голосование это ближайшее будущее вот вот она будет она проходила москве на тверской мне было очень смешно когда я спускался с трибуна мне сказали ты фантаст это вообще будет через 15 лет через два года в москве уже было электронное голосование первое там десять тысяч человек поучаствовало в нем и потом уже стало уже по нарастающей идти и здесь видите в чем дело я считаю что государство и власть как таковая она должна идти на встречу со временем на встречу к избирателю если избиратель хочет выполнить свой государственный там долг поучаствовать выборах абсолютно неважно где он находится где-то там я не знаю в полярной патагонии на яхте или же он находится просто значит там в пяти километрах и не хочет специально ехать на избирательном участок он должен про иметь возможность проголосовать это знаете как с например с покупкой билетов кто-то хочет по старинке приехать на вокзал 40 минут в очереди там еще значит туда 40 минут обратно 40 минут и он купил себе билет бумажный билет я один вопрос кем вот пожалуйста да да я хочу когда если вот я еду например ласточкой из санкт-петербурга псков хочу сразу выезжаю потратить пять минут купив это через электронный и вот не тратить это время почему государство не должно давать избирателю возможность плюс это очень сильно изменит будущее выборов и расклад партийных сил в принципе объясню почему потому что у нас есть категории населения которые традиционно вообще не участвуют в выборах это категории социально активные это например там мужчины там от 35 до на 30 до 45 которые как раз сейчас являются теми кто производит экономическую мощь страны они обычно не едут там на избирательный участок не идут им неинтересно но если будет возможность электронно проголосовать 5 минут не вопрос он проголосует потому что например избавят у нас во всей россии из 20 городских агломераций где живет почти 80 процентов населения значит там четверть населения не живут по месту своей прописки а расстояние то может быть до избирательного участка но его где он прописан там и 25 километров и 100 километров но городские агломерации большие если например на селе человека за там 15-20 километров вот игорь александрич сопов отправляет машину чтобы когда вот на селе проголосали то в городе тоже никто не делает получается что какая-то городское рабство избирателей на селе за тобой к тебе приедут а в городе минуточку не пришел на избирательном участвовать значит и не нужен поэтому вернет вот эту социально активную часть населения мне кажется что это даже вот жалко что в дискуссии не участвует максим эдуардович или вот коллега добрынин они бы как историки могли бы вспомнить что раньше в новгороде и в пскове в принципе правом голоса обладали те люди кто имели значит дом семью то есть фактически мужчины социально активны вот они сейчас современности выброшены из электронного процесса я думаю что не только их но и многих других электронное голосование вернет и это изменит политические расклады вот нет и опасений что придет на электронное дистанционное голосование электорат который ну не знаю может быть до партии власти нежелательный да вот оппозиция всегда жалуется что все сидят раньше говорили в фейсбуке запрещенном ныне экстремистском сейчас наверно в других соцсетях все на диване сидят все в общем все правильно понимают до выборов никто не доходит нет ли допустим у организаторов данного процесса опасения что оппозиция как раз подомнет под себя эту тему и приведет как раз вот свой электорат ну а партия власти она и так в принципе приводит его так или иначе сейчас смотрите мы в псковской области вообще очень интересно про наводить аналоги с электронного голосования потому что здесь соседняя эстония она в девятнадцатом году там сорок восемь процентов проголосовала на парламентских выборах через электронно поэтому получается что это один кстати говоря из самых массовых показателей использования электронного голосования на парламентских выборах страны и там это не сильно повлияло на расклады могу сказать что коллеги из японии они как раз притормозили электронное голосование у себя там был период по одной простой причине что они посчитали что изменут изменится принципиально расклады политические и они были не готовы к таким риском в россии мы очень внимательно анализировали как голосуют избиратели и на данный момент мы видим что в тех территориях например в прошлом году когда было голосование интернет голосование во первых было видно что это было масса массово например мурманск области там почти под 20 процентов в ярославле там в астрахани проголосовала через интернет тоже очень большая категория 100 процентов всех пришедших 20 процентов там почти 20 голосует там были изменения в пользу скажем так молодых оппозиционных партий поэтому когда вы сказали что оппозиция жалуется я бы в этом моменте поставил точку потому что жалуются но если бы они посмотрели статистику голосования по интернету они увидели что у оппозиции есть небольшое преимущество например особенно у молодой там вот новые люди партия получает там преимущество в некоторых регионах чуть-чуть было в интернет голосование там преимущество укрепляет то есть я считаю здесь очень сбалансированы принципиально не меняет у нас в россии поэтому здесь я думаю таких историй как в японии но не надо а примеры о том что надо дать возможность голосовать гражданам соседняя эстония проголосовала ничего там так но они в принципе можно сказать в каком-то смысле флагманы и цифрового мира и электронного голосования а вот в целом ну понятно что вокруг дек дистанционного электронного голосования сейчас достаточно много страхов вот кстати вопрос наверное как политическому психологу какова природа этих страхов они ну что называется вот такие вот математически электоральные что туда кто-то что-то влезет там кнопочку нажмет и посчитать или это скорее такое такая защитная реакция организма ну все новое всегда вызывает какие-то опасения это это и другое потому что безусловно всегда вот есть опасения но я вот могу сказать что с точки зрения оппозиции наблюдение за электронным голосованием она гораздо более понятно и более подконтрольно оппозиции нежели голосование которое происходит традиционным способом объясню почему ни одна партия оппозиционная никогда не выставляла полмиллиона наблюдателей условно говоря на три дня это совершенно немыслимые ресурсы и количество учитывая что у нас в россии девяносто пять с половиной тысячи избирательных участков и чтобы выставить примете по два человека на три дня это обычно когда даже смотря здесь там по псковской области там оппозиции вот именно наблюдатели там выставляют их считанные единицы вот для того чтобы наблюдать за электронным голосованием достаточно там несколько человек с хорошим пониманием программного кода и она будет видно плюс если происходит вмешивание в систему электронного голосования это всегда остается след а избирательные комиссии здесь тут уж такая история спорная доказал не доказал было там что-то или не было плюс когда происходит электронное голосование это идет программа на программу как на человека говорится не надавишь а на избирательных комиссиях там бывает кандидата некоторые начинают лично давить и это не совсем верно и правильно и мы убираем человека ну как значит вредный человеческий фактор да человеческий фактор убираем поэтому ну и конечно страх но хотя я очень считаю что это же я не призываю чтобы она полностью заменила традиционное голосование я призываю о том что оно должно для меня понятие легитимность чтобы дать как можно большему количеству людей проголосовать чтобы у него у человека была эта возможность уже захочет он пойдет по старинке ну пожалуйста пускай идет вот но я вот например в прошлом году пришел на избирательный участок голосовать и честно говоря мне захотелось сразу электронно голосовать и зря пошел по старинке а почему я захожу стоит два человека в костюмах химзащиты вот а значит потом стоят милиционеры потом я захожу и смотрю справа сидит почти 20 человек и молча на меня смотрят это вот наблюдатели от разных партий двадцать человек сидел напротив них сидит знаете там несколько человек избирательной комиссии и выглядит это знаете как ты идешь перед строем и это этот и я хочу человек в этих вещах более опытная спокойно это все но я видел когда за мной заходили рядовые избирателей не столь искушенные они немножко были шокированы гораздо больше но даже я был шокирован я бы лучше потратил пять минут времени проголосовал бы это чтобы вот не учувствовать определенный психологический дискомфорт от этой процедуры поэтому я считаю за этим большое будущее здесь нужно и наверное это основное вот на данном этапе понимание того что введение дистанционного электронного голосования оно не отменяет вот эти стандартные формы потому что оппозиция опять же любит сейчас пугать что вот у нас интернет далеко не везде а вот старшее поколение бабушки они там не смогут там портал там какой-то для них слова непонятно то есть все желающие проголосовать по старинке ногами бюллетень ящик там или каип эти все возможности не отменяются и не сны и никуда не исчезает камере ближайшее время нет но понятно что потом это будет потихонечку все значит сужаться комиссии будет становиться меньше но то что видите новое понятно все но мы же раньше голосовали при помощи это сказать драк или на громче крик нет да или же значит на бересте но мы же уже перешли на бумагу ну коллеги бумажный век он в прошлом уже надо в электронную историю а то знаете как думали что введение интернет сократить расход бумаги а потом выяснилось что только выросла поэтому мы здесь нам надо как-то это самое идти в ногу все-таки со временем я считаю что кстати говоря вот сковской области в прошлом году 7000 уже проголосовала через интернет на праймеризе вот партии единая россия ты как такой эксперимент в этом году тоже будет праймериз я думаю что там надеюсь а там десяти там и больше тысяч проголосует псковичей попробует эту новую возможность такую политическую так сказать побыть в ногу со временем сделать выбор в том числе помочь определиться одной из партии со своими кандидатами сейчас мы вот к праймериз перейдем у меня один еще вопрос по дистанционному он чисто наверное такой может быть философский что ли пандемия коронавируса она ускорила приход дистанционного электронного голосования или если бы не было пандемии но мы также бы пришли к там 21 22 году к этому на самом деле именно для внедрения для аргументации добавилась но вот могу сказать что в семнадцатом году когда я выступала я сам лично думал еще пандемии никакой не было что перспектива внедрения это вот первые такие рабочие версии это там условно говоря там 23 24 год но как выяснилось будущее наступает быстрее чем мы его ждем даже для меня это было несколько быстро что через два года уже пошли рабочие прототипы более того мы в россии в рамках программирования являемся одними из новаторов так вот например для великобритании первые прототипы систем голосования на муниципальных выборов писали как раз российские программисты вот поэтому и я участвовал в рабочих группах как раз вот вариантов различных электронного голосования в том числе часть из которых там вошло в то как сейчас это происходит вот поэтому здесь я могу сказать что принципе это довольно несложно это просто мы россияне в этом смысле новаторы и я считаю что за этим большое будущее не надо этого бояться ну что я бы прозвучала тема праймерис да давайте наверно тогда к ней и до идем перейдем к теме праймерис но я бы хотел напомнить что в эфире радио плн-фм программа двое на одного вместе с нами сегодня александр серавин и действительно среди тем которые обозначены несколько в том числе это вызовы избирательной кампании 22 года после майских праздников по традиции весь политический класс вступает в этот период единая россия опять же по традиции проводят предварительное партийное голосование так называемые праймерис разные в общем-то суждение есть об этом процессе ежегодно мы слышим но в этом году как мне представляется достаточно часто говорят об уникальности этого процесса я думаю и не только потому что псковской области он будет проходить по сути дела исключительно в электронном формате но еще и потому что условия действительно принципиально иные нельзя здесь и сравнивать с тем что мы видели прошлые годы ну и соответствии с этим высказываются различные прогнозы что все будет по-другому очень сильно внешнеполитическая ситуация изменения социально-экономической ситуации повлияет на процессы в этот период ближайшие месяцы я хочу у вас поинтересоваться александр игоревич как вы считаете действительно ли здесь все так уникально совершенно принципиально новые вызовы перед политическим классом или нет или все это просчитывали и ничего здесь такого принципиально нового нового не видите но посмотрите во первых о самом праймеризе крайне жаль что его используют только партии единой россии я являюсь горящим сторонником в принципе для всех партии использование праймериза как механизма раннего старта избирательной кампании и проверки своих кандидатов непосредственно на избирателях когда предлагается пора уже партиям из тиши кабинетов когда там эти списки где-то там каким-то лидером ворочаются предоставлять поучаствовать избирателям непосредственно кто потом и должен проголосовать поэтому я считаю что это очень хорошая идея и крайне важно было чтобы вообще на самом деле все партии этим занимались теперь значит возвращаясь по поводу уникальности безусловно для эти выборы будут уникальны в рамках политической истории потому что значит есть два события там вот был коронавирус и значит режим спецоперации который безусловно повлиял на электорат особенно городов и то как сейчас будут делать выбор жителей я думаю что это будет определяющим на ближайшую пятилетку как будут происходить политические значит повестки в городских территориях и агломерациях с другой стороны как любит говорит мой один коллега в этот раз снова будет по-новому даже интересно как это будет вот такая извиняюсь за тавтологию посмотрим как будут развиваться события понятно что будет очень важно это патриотическая повестка вот и то на что городское население как отреагирует на кандидатов и что кандидаты сами предложат ведь в избирательных кампаниях есть два очень важных момента есть форма и есть содержание форма она определяется законами существующими значит содержание это кандидатами их идеями вот и мы собственно говоря пока мы видим что стартанули у нас активно две партии это справедливо россии выпустили там уже газету вот и стартанула партия единая россия другие партии пока еще отсиживаются по-партизански ну коммунисты жалуются что их никуда не пускают они вот пытаются там на открытии мероприятия проехать их не пускают пытаются красную курточку одеть у них красную курточку заставляют их снять то есть тут может быть как-то вот какие-то не не знаю может быть это частные случаи никак не связанные с общим ведением избирательной кампании вообще насколько вот тема ну коронавирус наверное уже все-таки в прошлое ушел а вот тема спецоперации насколько вероятно что она станет мейнстримом избирательной кампании ну пока имею вот 22 года на дальше сложно загадывать видите в чем дело основные тренды всегда хороши когда идет действие политиков учитывая что пока еще не все развернулись не совсем ясно насколько это будет мейнстрим понятно что это будет очень значимое и определяющее но точно как это скажется на политических сейчас еще прогнозировать рано потому что не проявились коллеги со своими какими-то установками призывами то есть собственно говоря ведь политик он же выступая и встречаясь с избирателями должен их сердца зажигать каким-то образом будущего то есть я пока не вижу вот партии предложенных образов будущего и также не вижу их различий ну посмотрим как это будет в этом сезоне коллеги пока в принципе не сжигают осу особо если вернуться к теме праймериса а почему собственно говоря вот в чем причина ведь перед каждыми выборами идет разговор о том что но единая россия прекрасно использует праймерис именно как метод как обкат куда там кандидатов как выявление там сильных слабых сторон партии кандидатов и все задаются этим вопросом почему же оппозиция не использует да почему же там партия яблоко не использует для которой даже слова праймерис должно быть ну вот оно по звучанию что называется приятно почему коммунисты не используют у которых ну вроде как идеология там сеть тоже широкая италия почему на ваш взгляд вы эксперт вы имеете огромный опыт в политическом консультировании в политических компаниях почему оппозиция не использует этот метод лень хотя казалось бы это достаточно просто желание на поверхности в объеме как у единая россия но тем не менее как-то правильно лист можно проводить и все подталкивает назовите это по-другому смотрите просто в единой россии первые идеи праймериса когда это стало обсуждаться появились 2007 году в 2010 вот я был в рабочей группе которая принимала обкатку праймериса на примере нижнего новгорода после которого появились основные все инструкции о проведении праймериса как таковые в россии тогда я помню нашу рабочую группу возглавлял любарский роман валерьевич не депутат государственной думы от нижегородской области и мы закладывали же в праймерис основные вот четыре нам было важных момента это ранее старых компании значит так чтобы потом выдвигались наиболее сильный при том я могу сказать что мы разрабатывали идею в принципе ну для чего и так чтобы если вдруг есть какие-то противоречия у кандидатов кого выдвигать то пускай это скажет избиратель какой кандидат наиболее предпочтительным и в некой борьбе которая будет разворачиваться можно будет увидеть плюс это была возможность кандидатам значит попрактиковаться пока еще не в самих выборах но уже начать более активные действия оппозиция несколько раз том числе партия яблоко проводила свои праймерисы но к сожалению они очень как-то там со скандалами всегда заканчивались и здесь такая на мой взгляд игра смыслов что у нас получается что провластные значит институт партийный он в смысле выдвижения кандидатов более либеральные демократические чем вроде бы либеральные партии которые могут потому что с одной стороны декларируется одно а когда доходит до дела вдруг выясняется что и по двадцать с лишним лет можно бессменно сидеть потому что человек хороший и другой я заменить его вот и вроде бы когда отвлекаешься от этого то ты понимаешь ну какая-то несостыковка идет идеологической базе с практика применительным поэтому я могу сказать так что оппозиции просто там были конфликта эти конфликты потом плохо влияли на саму избирательную кампанию поэтому они не стали это делать активно значит почему это делали коммунисты но здесь для меня остается загадкой потому что я считаю для компартии это в общем-то было бы интересный тоже механизм вот но мне сложно сказать вот хочется пошутить на это дело вспомню на это вспомнив чипая а за кого владимир ильич вот я за того же вот может быть поэтому что старая партийная дисциплина не дает возможности для новых форм как праймерис ну не знаю не знаю это для меня загадка хотя я когда-то в 2005 году в иркутской области как раз и избирал большое количество депутатов в парламент от кпрф степы до работы с оппозицией позволяет о том что вполне просто некоторые говорят что вот это чисто схема там для партии власти она не подходит для оппозиции но мне тоже кажется что это попытка оправдаться просто я напомню что эта программа двое на 1 на радиостанции плнфм сегодня вместе с политическим психологом политическим консультантом александром серавином обсуждаем на вызовы избирательной кампании 2022 года поговорили мы о перспективах дистанционного электронного голосования поговорили о праймерис единой россии ну что может быть есть смысл раз уж мы вот сейчас начали говорить про оппозицию а каково место оппозиции в сегодняшней вот политической системе россии вообще в жизни нашей страны у многих есть ощущение что партия власти вот особенно в последнее время в условиях специальной военной операции там все эти цифры в целома про 85 но есть еще мнение что место для системной оппозиции у нас в общем-то остается да как там говорят конструктивная критика приветствуется и дозволили уже не остается и на оппозиции то то все где-то там уже оттуда откуда и не видно ее такое вот дополнение место для оппозиции безусловно есть хотя мы знаем что сегодня там довольно ярко выступил миронов партии справедливая россия предложил выборы значит сейчас временно перенести я считаю что может быть это и такие преждевременные такие яркие заявления вот знаете я считаю что 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 покритиковать и где показать плюрализм мнений это всегда очень важно ценно и необходимо и поэтому место для оппозиции всегда есть здесь вопрос в другом что здесь надо просто это делать на данный момент чуть более внимательно учитывая вот все сложности ситуации здесь понимаете в чем дело я может быть для журналистов скажу такую спорную вещь но вот я очень часто путешествую по работе и в том числе бываю в разных регионах я бывать приезжаю и спрошу расскажите вот я хотел бы понять местные колориты а если в этом регионе или там городе журналист который был вот я его почитал и это вот собственно говоря то самое интересное что в регионе можно ну чтобы понять какую-то особенность там нюансы и мне обычно все говорят да у нас есть знаменитый журналист я такой думаю но я не спрашивал знаменитый ну ладно давайте знаменитый и всегда спрашиваю там пришлите мне одно-два материала и вот мне присылает там один-два материал и удивительно но почти всегда эти материалы такого критичного материала на мой взгляд плюс так как я бы сказал такого второсортного объясню почему на мой взгляд мастерство журналиста пипера это в том чтобы ты производишь материал пишешь так чтобы загорались сердца людей для каких-то действий которые являются социально полезными ну скажем так правильными с общечеловеческим пониманием ты покритиковал и должен кто-то исправиться власть подкорректироваться или кто-то там вот или же ты например кого-то похвалил но ты похвалил так чтобы это не выглядело лебезением или еще что-то а так чтобы это выглядело и побуждало других людей делать что-то хорошее также то же самое относится и к оппозиции что собственно говоря хочется от оппозиции услышать какие-то действия доводы так чтобы зажигались сердца людей на то чтобы они делали что-то правильно а не просто огульную критику и у нас большая проблема в россии оппозиции что чаще всего оппозиция там недостаточно скажем так конструктивно ведь важно именно конструктив что хочется так что-то предлагает было очень я в одном регионе на мой взгляд интересная такая практика вот не хочу называть чтобы просто не сказали что там насчет вот я в один в регион приехал и там скажем так это одна из скажем так республика была я приезжаю я знал там одного блогера который очень и очень часто критиковал скажем так главу субъекта и вдруг я приезжаю встречаю этого блогера он очень хороший такой эрудированный интересный собеседник был и он мне говорит слушай заходи в мэрию столицу значит региона там переговорим он хотел со мной как экспертом обсудить какой какие там нюансы возможного развития там и форм поведения гражданского общества через электронный носитель я говорю хорошо и я встречаю этого нового коллега говорю сушу меня пригласил в мэри он будет таком мэром стал евро как мэром а вот говорит он все критиковал критиковал главу субъекта тут его назначил мэром города я говорю как у него получается он что мы пока не знаем с интересом смотрим больше что получится он был полон энтузиазма вот безусловно вот могу сказать что чудес может быть и не было но это был очень интересный такой так вот могу сказать как только он стала мэром он перестал сразу писать тексты и сразу нашлось вот хоть он был лидером критики сразу нашлось просто море критиков которые стали хотя он искренне и честно пытался сделать ну то что это самое но когда есть определенные законы на мете это все очень эволюционно поступательно можно делать и очень часто просто когда оппозиция критикует то хочется быстрых сразу перемен а быстрых перемен учитывая что в обществе всегда есть система там сдержек самая апробации она не получается поэтому всегда надо а если оппозиционер говорит что хорошо мы пойдем но пойдем как в долгу и конструктивно то вот он был собственно говоря становится в общем-то довольно системным человеком поэтому здесь всегда такая игра вот от популизма до системности здесь же возвращаясь к этому примеру конечно такой уникальный вот если что надо сказать там город был в общем-то не очень большой поэтому было проще вот потому что когда город очень большой с развитой инструктуры каких-нибудь там 40 отделов тут просто так не назначено значит что человек он должен примерно понимать но я считаю что и жду от там оппозиции всегда есть место скажем так оппозиции если она честно значит отчасти может быть какой-то с каким-то элементом непогрешимости может быть то есть если оппозиция будет непогрешимой конструктивную их надо назначать мэрами если место для такого количества позиций в сегодняшней россии вот последнее время ну часто идут разговоры может быть мы дозрели до двух партийной системы ну условно да там партия власти и партия оппозиции по разному ее можно назвать ну потому что ну вот коммунисты справедливая россия лдпр они же вроде как все за одно и то же они же за все хорошее против всего плохого по внешней политике сейчас по моему вообще консенсус 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 полнейший может быть есть смысл объединить вот если какие-то перспективы для такого пути смотрите двух партийная система в 2005 году это очень активно обсуждалось не только в россии во всем мире история двух партийные системы даже полутора партийных систем смотрели на примере там значит том что рост рост экономики идет в тех странах например там сингапур где например полутора партийные системы объясню почему потому что считалось что цикл экономический должен быть от 15 там условно говоря плюс минус там 16 лет то есть условно говоря если человек решил вложить деньги он там сначала договорился это прошло время потом проектирование там год-два потом построили условно говоря завод набрали обучили там рабочих завод стал работать еще несколько лет и вот он принес прибыль чтобы окупить весь проект это где-то 16 лет поэтому когда приходит при полутора партийной системе проще было значит делать экономические рывки то есть я говорю о чем сразу что там где происходит смена политических режимов быстрее чем там за 15-16 лет в принципе невозможно развитие экономики как таковой я принимала несколько раз там по заказу некоторых стран мы разрабатывали политические и экономические системы со стороны разработки политических систем и там это четко сразу просчитывается если например в стороне вот как было раньше например в киргизии сменяемость президентов идет каждые четыре года то там невозможен экономический рост от слова в принципе совсем чем там сменяемый же на силу такой около ну я бы сказал уголовно-правовой характер но суть в чем у них конституции было прописано что любой президент он всего на один срок заходит и получается что президент заходит такая система выгодно только банкиром потому что приходит президент ему надо показать вот его избрали что-то сделать к нему приходит банки давайте мы тебе дам кредит отдавать будет потом жители а он говорит а как же с меня спросит там будет спросит не с тебя спросит через два президента поэтому ты пожалуйста бери кредит и все у тебя будет он значит решает все минутные моменты но никакой бизнес прийти не может и не может начать что-то такое строить потому что ну условно он сейчас договорился с одними назовем ее как-то не знаю там партия консерваторов через четыре года при ее приходит партия значит там либеральная она горит нет мы все поменяли установки теперь мы вам завод не живет он говорит уже проектирование есть место дали система изменилась строить нельзя вот поэтому должен быть полутортип партийная система она дает рывок экономический но это должно быть не меньше там 16 лет например вот как мы посмотрим тех же самых в америке у них очень долгие эти вот промежутки и у них независимо даже от того кто меняется политически у них на экономических этих инвестиционных проектах это вообще не сказывается вот двухпартийная система она очень рабочая но вся беда в том что в странах где является ярко выраженная двухпартийная система они перестают соответствует ну скажем так элементарным канонам демократии поясню почему вот например америка вроде бы двухпартийной системы или же например англия но великобритания где там тоже вроде бы двухпартийная ну например чтобы вы понимали есть очень интересная книга мне давали на рецензию минченко ее написал вот как раз в системах выборов так вот там интересно если ты от оппозиции идешь в великобритании то за тебя чтоб ты стал депутатом должно проголосовать 2 миллиона человек а если ты от одной из существующих партий то 6 на 160 тысяч соответственно понять как ущемляется то есть там законодательно ущемляется появление в принципе как таковой оппозиции в америке там у них тоже любопытно избирательная комиссия в каждом штате где победила ну например победили консерваторы значит избирательная комиссия на сто процентов состоит из консерваторов и как мы видели они начинают вбрасывать за так сказать против трампа или же смотрите у них если ты создал партию и начинаешь значит пытаться участвовать политической дискуссии то у них есть квоты на телевидении запрещающее пускать на телевидение любого человека кто например не является представителем одной из двух правящих партий то есть ты не можешь выступить например у меня коллеги были наблюдателями на президентских выборах не помню потому что творение там лет 10 назад они были потрясены что они находились на дебатах смотрели два кандидата отправящих партий дебатировали и пришли еще два кандидата зарегистрированных вот тоже поучаствуют на дебаты потому что у них вроде бы свободно так что вы думаете их взяли под арест на две недели и увезли оттуда и как бы в америке это считается нормально так вот поэтому двух партийная система она слишком жестко регламентируется это только такой миф есть что законодательно тогда стали думать 2005 году что надо сделать партийную систему там трех и более почему трех и более если мы представим общество как градусник вот с хорошей температуры это 36 и 6 вот оппозиция что делает оппозиция она разогревает говорит так нам надо больше свобод давайте значит это и температура растет а значит это либеральная идея а консерватизм они закручивают говорят так хорошо и ним спокойно остынем да и тогда все страны стали думать а давайте мы будем делать центристские партии которые будут как раз за 36 и 6 были а не получалось бы так что пришли к власти консерватор раз там температура упала в 25 градусов все замерзли или пришли либералы и температура поднялась и все пошли в разнос как вот ельцин когда говорил берите власти сколько хотите значит и делайте что хотите значит вот как бы либерал и здесь уравновешиваем должна была партия и когда в 2000 например седьмом году проектировалась партия справедливая россия она как раз проектировалась как центристская но у нас специфика российской действительности в том что у нас все партии мы всегда переживаем какие-то кризисы а в кризисах очень важны личности и соответственно как только у нас начинается какой-то кризис у нас уже уходит это особенности из психологии человека мы перестаем соответствовать структурам мы смотрим на личности а раз как только мы уходим в личности туда домой партии начинаем оценивать собственно говоря через личности лидеров ведь мы смотрите мы если любую партию вы вспомните сейчас как рядовой избиратель вы не сможете в партии назвать 5-7 ярких лидеров у нас все равно каждая партия заточена на там одного-двух человек как и в ну понимаете да очень это у меня есть такой каверный вопрос я иногда его задаю политическим экспертом когда мы спорим на эту тему я игру хорошо на последних выборах голосовал голосовал за какую партию он говорит ну за такую игру хорошо у нас в избирательном бюллетне например на последних выборах вот например даже вот в псковской области было пятерка а потом шли региональные группы я говорю хорошо назови мне кто был седьмой после запятой ну ты же за него проголосовал не помнит я хорошо хорошо назови шестого через запятую и не помню хотя бы третьего понимаете да о чем я говорю а этот самый это отсутствие лидеров то есть у нас фактически все равно все партии вождистки может быть когда-то появится партии нового типа которые без конкретного лидера как вот например пиратская партия когда проектировалась она в европе там брала там по 15 процентов там в городских парламентах типа берлина это как партия нового типа но сожалению пока она тоже у нас в россии не прижилась но это система но и в европе децентрализованные пара и без единого центра без руководящей структуры четкой какой-то самоорганизующиеся такие системы при том что у нас в россии вот электронная система показывает что у нас в россии общество гражданское гораздо более разнообразно самоорганизуется чем например в европе или там в америке ну например в европе вот был очень такой трагическое событие которое было интересно просто яркие события они показывают элементы самоорганизации которые можно вычленить вот 3 апреля там 17 года в петербурге был взрыв метро в метро и мне было очень интересно посмотреть как с реагировал общество не только потому что я сам оказался в гуще событий в центре города когда это все произошло ну как и этот доклад есть в открытом сети интернет мы насчитали 20 форм поведения то есть например таксисты стали бесплатно развозить бензоколонки стали бесплатно отпускать там бензин кафе стали бесплатно поить там чаем в общем мы насчитали там 20 форм значит различных вот как отреагировал и дальше стали сравнивать в брюсселе за там пару лет до этого там и в других городах как реагировала значит общество в аналогичных европейская до европейская при том и в аналогических ситуациях и как в европе мы смогли максимум насчитать 10 форм у них там гораздо более жестче например в том же самом брюсселе когда там это произошло они сразу раз всем сидеть дома никому не выходить на улицу и комендантский час то есть в петербурге бы объявить комендантский час не уверен что это было бы правильно вот и самое интересное что благодаря вот этим электронным коммуникациям которые у нас собственно говоря на столах находится то вот например санкт-петербург по сути четвертый город в европе организовался за 52 минуты то есть от момента события до того что стали люди уже непосредственно делать там около метро прошло 52 минуты благодаря как раз исследованиям которые могут производить ученые интернету там всегда остается электронный след и поэтому можем любое событие отследить поминутно как она происходила и развивалась вот петербург 52 минуты через 52 минуты люди уже первые таксисты стояли у метро и предлагали бесплатно разводить и многие другие когда я потом анализировал как бизнес реагировал как и чего то получалось что человек в течение 30 минут после получения события люди вырабатывали свое решение и дальше уже начинали действовать и собственно говоря через по сути как бы 22 минуты мы уже видели результаты этих принятых решений когда там кат поднял например кстати говоря за рубежом в той же самом мы не практически не увидели действий безвозмездного бизнеса у них бизнес не реагировал так ярко как например у нас поэтому у нас бизнесмен это не только бизнесмен но еще и в общем-то да и человек тоже что было мне очень там любопытно по не мере на это посмотреть вот поэтому и здесь если вот мы переходим обратно к электронному и деку то есть по сути что этот пример нам показал что любой город я уверен не только петербург сейчас и псков в том числе он благодаря электронным коммуникациям может сама организов за 52 минуты в зависимости от информации которую он получил и посчитал ценным поэтому как раз электронное голосование распространение информации через эти коммуникативные устройства они как раз в том числе будут формировать это вот о вызовах это будет формировать будущие избирательные кампании до придем к электронной какой-то демократии избавимся от посредников виде представительных органов власти парламентов сами будем кнопочку нажимать и я думаю что это будут особые программные системы мы сейчас уже с коллегами там рядом введем разработки в этом направлении я думаю что точно что будут сокращаться количество людей которые являются непосредственно ворк управления партии потому что политикам не нужен посредник между избирателем органам власти тоже не нужен я боюсь что вот как вот мой референдум у нас был по конституции что в будущем похожие формы референдумов или голосований они будут происходить гораздо чаще потому что можно быстро спросить у населения что он думает по тому или иному поводу например вот мы этим пользуемся редко а в швейцарии например у них референдумы по тем или иным вопросам которые касаются всех жителей проходит чуть ли не два раза в год а я думаю что это может происходить и два раза в день в будущем просто раз сверились например принципиальный вопрос который касается всех выставили электронно проголосовали быстренько все верифицировались через там госуслуги там электронные паспорта которые кстати говоря в россии должны быть введены в двадцать четвертом году и проголосовали при том кстати говоря повсеместно то есть будет власть будет более ближе и более доступна если раньше пускове ударяли ветчевой колокол все быстро собирались там в течение того чтобы были получаса и решали все то сейчас что-то похожее будет только ветчевой колокол будет бить в интернете так же оперативно я уверен можно будет решать вопросы касаемо города и непосредственно жителей коллеги к сожалению много тем осталось еще время в эфире приходит время ставить точку я хотел бы напомнить что вместе с нами почти весь этот час был александр серавин человек который знает о политике если уж не все то по крайней мере очень много мы благодарим вас за то что нашли время нашли возможность прийти ответить на наши вопросы и очень рассчитываю на то что эти встречи будущем традиции так произведения таких встреч сохранится будете приходить рассказывать о том что происходит отвечать на наши вопросы вопросы наших радиослушателей спасибо и до новых встреч в эфире спасибо